Здравствуйте, дорогие друзья, с вами врач-пластический хирург Алексей Федоров. На моем канале мы решили завести новую рубрику «Ответы на ваши вопросы». Я отбираю самые интересные, самые популярные из них и записываю видео с ответами. Давайте начинать. Можно ли сделать пластическую операцию по ОМС? Нет, в нашей стране по страховому полису нельзя сделать пластическую операцию, так как пластическая хирургия не является экстренной либо обязательной хирургией, ведь те дефекты, которые исправляет пластика, с ними спокойно можно жить и на качество жизни это не влияет, разве что психологический дискомфорт. Расскажи о липофилинге как варианте увеличения груди. Ну, я бы не использовал липофилинг как единственный вариант для увеличения груди, потому что он не дает такого прогнозируемого результата, как, например, делают это импланты, но липофилинг мы используем в случае, если у пациентки наблюдается амастия, допустим, когда она пришла с одной грудью, и случилось это по причине онкологии либо каких-то врожденных заболеваний. То есть первым этапом мы, как правило, делаем либо липофилинг, либо ставим эспандер. Также липофилингом мы делаем небольшие коррекции, которые возникают у нас после мамопластики, и подбиваем им, чтобы грудь была идеально симметричной. Когда ты в операционной и в обычной жизни, это один и тот же человек? Наверное, быть одним и тем же человеком на работе и дома, это очень сложно. Я понимаю все риски, я понимаю ту ответственность, которая происходит у меня на работе, отношусь к ней крайне серьезно. Понятное дело, что на консультации иногда мы можем поговорить в шуточной форме, простым языком, чтобы вы поняли, чего я хочу вам донести, но когда я захожу в операционную, включается Алексей Геннадьевич, хирург, и приходится руководить всем процессом и доводить дело до конца. Возможно ли поменять лицо целиком и сколько это будет стоить? Можно изменить его до неузнаваемости, это факт, потому что когда, например, операции проводятся трансгендером, то у них происходит феминизация лица, у них подвергается изменениям даже костная структура на лице. Соответственно, можно довести внешность до неузнаваемости, но я, наверное, против таких операций. Огромные риски должен оценивать человек, который хочет изменить полностью все. Важно ли иметь хорошие анализы и допускаются ли до операции пациенты с небольшими отклонениями? Важно иметь идеальные анализы перед пластической операцией. Напоминаю, что пластическая хирургия – это не экстренная хирургия, это плановая хирургия, где все пациенты приходят абсолютно здоровыми. Если пациент чем-то болен, либо не до конца долечен, то мы несем определенные риски за результат, который он хочет получить. Соответственно, если какие-то анализы у нас отклонениями, то мы отправляем человека на дальнейшее долечивание. Берем контрольные анализы, если видим, что они в норме, берем его на операционный ствол. В противном случае мы имеем право отказать ему. Сталкивался ли ты с судебными исками от пациентов? Пока еще нет, но чувствую, что скоро этот момент возникнет, потому что, как и в любой другой сфере, бывают недовольные пациенты. Также не забываем про потребительский экстремизм, который в последнее время начал набирать огромные обороты в России. Есть даже целые группы в телеграм-каналах, где девочки собираются и делятся лайфхаками, как бесплатно сделать косметологическую процедуру, сходить в салон красоты, либо как сделать пластическую операцию и вернуть все деньги у хирурга. К счастью, есть закон, есть отличные юристы, которые помогают и нам, и пациентам в разных неловких ситуациях. Какие были самые необычные запросы пациентов? Ну, я бы не сказал, что происходят какие-то необычные запросы пациентов. Часто бывают такие неловкие ситуации, когда пациентка приходит, как будто бы не на консультацию, а прибегает в магазин с словами «Моя подруга сделала у вас блефоропластику, я тоже хочу блефоропластику». Причем ты видишь, что у пациентки совершенно нет для этого показаний. Например, либо у нее опустились брови, либо у нее просела средняя треть лица, и приходится ей объяснять, что ей не нужна такая операция, и не все подходит вам, то, что подошло вашим подругам. Для этого, собственно, консультация и нужна. Человек приходит не купить операцию, а приходит с запросом, как сделать лучше и красивее. Каких известных личностей ты оперировал? Я оперировал известных личностей, но, к сожалению, не могу выдать вам их имен, потому что они категорически против, чтобы кто-то знал о их личной жизни, об их вмешательствах и так далее. Не забываем про врачебную тайну, друзья. Есть ли разница между имплантами 2000 года и 2020 года? Требуют ли импланты более раннего изобретения замены и дополнительной операции? Как вам известно, медицина никогда не стоит на месте. Постоянно происходит какое-то развитие. Очень интересно, но то, что нам, например, в 2000 году говорили, что вот такая схема лечения, и нужно лечить только так, никак иначе. В 2020 году нам говорят, что так мы убиваем человека, и лечить так не стоит. Поэтому за 20 лет пластической хирургии, так же, как и любая другая сфера медицины, сделала огромный прорыв. И скачок изменилось. Капсула импланта, наполнение их, производители начали обещать, что дают пожизненную гарантию, но осложнения как были, так и остались, поэтому ничего нового. Пользуешься ли ты приложениями для знакомств? Приходили ли оттуда пациенты? Очень интересный вопрос. Я зарегистрирован практически во всех приложениях, где можно познакомиться. Посоветовал мне это один из друзей. Причем, что самое интересное, с тиндера идет очень неплохой трафик, потому что люди переходят на твою страницу, уже видят, чем ты занимаешься. И были случаи, когда либо девочки записывались на консультацию, нескольких я прооперировал, и были случаи, с кем просто подружился, начали вместе работать, и оказали друг другу какую-то помощь несексуального характера. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась наша новая рубрика «Вопросы и ответы на них». Буду рад вашим новым вопросам. Обязательно пишите их в комментариях под видео. Жду ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики. С вами был Алексей Федоров. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok